Добрый день, дорогие друзья! С вами Сангейтс-центр, его ведущий Владимир. И с вами также здесь находится организатор и руководитель Сангейтс-центра Майкл Мелехов. Здравствуйте, Майкл! Добрый день, Владимир! Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня поговорим об астрологии в определенном аспекте. Майкл, я знаю, что вы не раз бывали в Индии, вы путешественник, и там не раз занимались, скажем, изучением физической астрологии как науки. И вот об этом хотелось бы поговорить сегодня в контексте того, что нас ожидает в ближайшее время лунное, затем солнечное затмение. Чего вообще ждать от этого? Да, спасибо. Но дело в том, что я должен как-то небольшое такое заявление сделать. Ну, я не астролог, я не нумеролог, хотя об этом разбираюсь и как бы и говорю даже, что я, да, нумеролог. Но, тем не менее, мои функции совсем другие. Мне подчастливилось узнать мою дарму, называется это на санскрите, то есть свое предназначение. Оно заключается не в том, чтобы быть специалистом в астрологии, в нумерологии. Да, я в этом разбираюсь, да, я могу, скажем там, вести какие-то программы, могу о чем-то говорить. Но, еще раз, это просто информация. Так вот, ну, во-первых, 11 число. 11 февраля. И 11 число, очень интересно, это мастер число, вообще-то говорят, в нумерологии. И люди, которые родились в этот день обладают очень и очень серьезными качествами, мистическими, в какой-то степени, и с ним какие-то снятся вот такие вот. И в этот день, 11 числа, 11 февраля, вот сегодня, то бишь, это лунное затмение. А вчера было полнолуние, 10 числа, и это тоже знаменательные все вещи. И мы находимся, как это сегодня называется, в коридоре затмений. Буквально вчера мы записали передачу с Василиной Мицкевич, очень известным астрологом. И как раз мы об этом говорили с Василиной, и она рассказывала. Я могу со своей стороны рассказать какие-то некоторые вещи, связанные с ведической астрологией. То есть, как мы понимаем, есть два подхода. Но даже внутри вот той ведической астрологии есть несколько школ, несколько направлений, которые между собой каким-то образом даже соперничают, возможно. Что говорить тогда вообще о глобальных каких-то вещах? Это, скажем, восточная астрология и это западная астрология. Так вот, речь идет о том, что в восточной астрологии есть два таких лунных узла. И вот как раз сегодня, 11 числа, вот работает как раз таки один из этих узлов. То есть, точнее, оба работают. Вот. Северный узел Луны, Node по-английски, это Раху. Ее называют, да, мистическая планета Раху, которая не имеет физического своего воплощения. Тела, да, массы нету такого. А южный узел Луны – это планета Кету. Так вот, соединение планет, в данном случае планет Кету и Нептуна, в знаке, который сегодня, в февраль месяц, это Бодолей, до 20 числа какого-то будет работать. И вот это сочетание вот этих вот, соединения этих планет в этом знаке дает какие-то очень и очень серьезные аспекты. И вот, обращаясь к физической, повторяю, астрологии, то есть, то, что, скажем, соединяется Нептун и Кету, это не так уж необычно. Это бывает достаточно часто. Но вот в Водолее, с точки зрения физической астрологии, это достаточно серьезное событие, потому что такое событие было последний раз в 260, короче говоря, 1849 год, то есть, 268 лет, по-моему, да, получается эта разница. То есть, в этот год было очень серьезное событие, которое было связано с тем, что была эпидемия холеры, которое унесло огромное количество жизней. Мы уже знаем, и вчера мы беседовали с Василиной, и не только с Василиной, о том, что вот этот месяц, он достаточно опасный в плане того, что будут происходить какие-то изменения погодные, и могут быть какие-то землетрясения, какие-то землетрясения, понятно, связаны с цунами. И когда мы говорим о холере, допустим, да, вот этом году, 1849 год, да, когда мы об этом говорим, то тут еще надо иметь в виду о том, что, если астрологически говорить, мы находимся чуть ли не в последнем градусе скорпиона, то есть, переход туда, это будет, еще будет. И это означает о том, что что такое скорпион? Скорпион – это ядовитый жук. – Жук. – Существо. – Да. – Это виды существа. – Вот. И как раз-таки вот это вот связано с ядами, и если будет происходить цунами, которое будет происходить после, скажем, землетрясений, это означает, что контроль за водой может быть утраченным. То есть, это могут быть отравления водой. Вот о чем идет речь. Поэтому с этими вопросами надо быть осторожным. Причем интересно, что ведь вода, она же не с неба льется. Это когда-то было, когда собирали дождевую воду, круговорот воды в природе, там, существ воды. А сегодня она добывается оттуда. А это как сообщающиеся сосуды. То есть, и кислотные какие-то дожди, которые идут, это все влияет. И поэтому та вода, которую мы пьем, она тоже, естественно, может быть не под контролем. Более того, мы же знаем, что вода, которая стоит достаточно долгое время на прилавках, особенно в пластиковых бутылках, особенно еще она стоит под солнцем. То есть, это... Человек может отравиться, хотя она вроде бы как чистая... Трактуется как чистая питьевая вода. Не совсем так. То есть, вот эти опасности, которые могут быть. Это, если мы говорим об опасностях. Но есть очень интересная вещь, то, что называется Нахшатра. Вот. Мы оказываем... Что такое Нахшатра? Нахшатра это только в восточной астрологии, в западной этого нет. Это лунные стоянки. То есть, их 27, этих лунных стоянок. Там была целая ведическая история. Чандра, луна. Вот. Ходит по этим самым стоянкам. И, так сказать, каждая стоянка имеет свои качества. Вот. В частности, моя Нахшатра это мула. Мула это, ну, одна из Нахшатров. Санкритское слово такое. Вот. Я знаю качества. Допустим, свои. Как позитивные, так и негативные. Ну, и вот каждому человеку надо было бы эти вещи знать. В западной астрологии этого нет. Поэтому человек, естественно, этого не знает. Так вот, если мы говорим о Нахшатре, в которой мы сейчас находимся, в этой лунной стоянке, да, то она называется Шатабишек, ну, по-английски, допустим, да. И по-русски это Шатабикшек. И эта Нахшатра ознаменуется тем, что ее называет, так сказать, Нахшатрой 100 целителей, 100 целителей, то есть, healers. То есть, вот сейчас, в это время, какие-то, в этот год даже, могут быть какие-то очень серьезные открытия в медицине, связанные с целительством, понятно. То есть, это не целительство, которое, ну, если можно назвать это целительством, которое происходит у нас в госпиталях, в больницах и так далее. Но это скорее антицелительство, которое там происходит. Это не химия, да, это не то. Это не таблетка, которая, как мы знаем, никого еще не вылечила за все годы создания. А речь идет о каких-то серьезных вещах. Вот, скажем, энергетическое целительство, это совсем другое, которое вот буквально совсем скоро у нас будет в нашем центре. Но речь идет о каких-то травах, допустим, о каких-то вещах, которые человеку надо пить для того, чтобы решить вопросы. Действительно решать вопросы, потому что химия – это временное, скажем, какое-то облегчение. Есть, конечно, вещи, без которых мы обойтись не можем, но тем не менее злоупотреблять ими нельзя, потому что все равно решения не будет. Но вот это вот знаменуется позитивными вещами, а также тем, что... Тут еще есть очень интересный аспект Венеры и Юпитера. Вот этих планет, они могут оказывать и будут оказывать очень серьезное влияние на людей в плане позитивном. Венера – это Земля, Земля – это, значит, близко к Земле, и это как раз-таки то, что связано с нами, с физическим телом. Ну, а Юпитер, как мы знаем, как по нумерологии, это, скажем, понимание того, что происходит. То есть эти вещи в позитивном плане могут оказывать это даже всеобщее благоденствие, и это какие-то вещи, связанные, ну, возможно, даже с богатством. То есть это позитивно, то, что вот это будет происходить. Так что вкратце, очень-очень вкратце, повторяю, я не астролог, я... Ваши предсказания иногда сбываются, поэтому... Это не предсказание, я бы так сказал, это все-таки какая-то информация, а прогнозы, прогнозы, да. Есть смысл к ним прислушиваться? Ну, есть смысл прислушиваться, в большей степени к астрологам, они более точно скажут, я просто даю информацию, если это будет интересно, дорогие друзья, задавайте вопросы, мы вас перенаправим к специалистам, коим, повторяю, я не являюсь, я, ну, каким-то образом, кое-чего знаю, но еще раз, есть... Ну, тем не менее. Да, но есть люди, которые разбираются в этом значительно лучше, они вас конкретно все, вот, вам по полочкам все разложат. Вот, ну, на этом, наверное, мы закончим эту коротенькую такую программу, да? Да, время подходит к концу. Спасибо, дорогие друзья, за внимание, спасибо, Майхл, за очень интересный рассказ, все записывается и будет выложено в эфире, можно давать свои комментарии, вопросы, пожелания, не стесняйтесь. Спасибо, всего доброго, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok